Жители не скрывают своего возмущения. Всё лето им приходилось дышать вонью, которая распространяет мусорная площадка, расположенная прямо перед окнами домов. По словам возмущённых жильцов, контейнеры заполняют пищевыми отходами учреждения общественного питания, которое находится в начале улицы. Ко всему прочему и таксисты выбрали мусорную контейнерную площадку в качестве отхожего места. Самостоятельная борьба успехов не приносит, силы неравные. Мухи, запах, летом вообще невозможно окна открывать, вонь. Ещё оттуда, оказывается, 7 часов приносят, спится мусор на тележках и поклашках. Я думаю, что это такое, по улице бежит вода, красная, кровь что ли бежит. Они с отходами, такие жидкие, вязкие, вонючие, грязные. Вот выливают, они текут по дороге, люди же проходят. С этой проблемой работники спецавтотранспорт хорошо знакомы. Однако решить её также не могут, так как на этом участке нет свободного места для переноса мусорной площадки. Да, уже на протяжении последних лет они жалуются, что мы переставили мусорные контейнеры подальше от жилых домов. Но мы не можем. Нет возможности. Нет свободного участка. По словам представителя спецавтотранспорта, руководители общепита с оплатой не задерживают. Однако на вопрос жителей, почему юридическое лицо не имеет собственного контейнера для сбора мусора, как и предписывает правило, коммунальщик также сослался на отсутствие места. Наверное, этот вопрос мог бы решить владелец общепита. Но лишь мусорная площадка не заканчивается проблемой жителей восьмого микрорайона. Это злачное место напротив жилых домов. Исходящие оттуда крики и вопли не дают житя сетуют женщины. Шашлыки жарят. Спим, как в публичном доме. Ну как ещё сказать. Вот как будто рядом койка стоит, они орут, возбуждаются. А мы сидим, слушаем. Все кричат с окон. На сходе жители решили написать заявление в службу местной полиции. Они уверены, что правоохранительные органы разберутся и наведут порядок.